МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Видная ТВ» новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Станислав Катаров встретился с жителями микрорайона «Зелёные аллеи». Думаю, надо посмотреть совместно, понять, что мы будем делать, ну и решить это. Китайская грамота. Учащиеся в АХТЛ осваивают новый язык. Более игровая форма. То есть они сами придумывают, сами что-то записывают, сами что-то сочиняют. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров встретился с жителями микрорайона «Зелёные аллеи». Ответил на их вопросы. Все подробности в следующем сюжете. У жителей жилого комплекса «Зелёные аллеи» есть важные вопросы, которые касаются благоустройства дворовой территории, а также жилищно-коммунального хозяйства. Для их решения они обратились к представителям администрации муниципалитета. Первая проблема, одна из основных проблем – это канализация. Проблемный транспорт у нас ходит 33К и 10-20К. У нас никак не контролируемая наличная оплата. Хотелось бы дополнительный нам транспорт, а также осветить новую дорогу, потому что она без фонарей. Многочисленные проблемы граждан не остались без внимания. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров лично посетил ЖК «Зелёные аллеи» для того, чтобы выслушать жителей. Читаю обращения, вижу, что много проблем. Думаю, надо посмотреть совместно, понять, что мы будем делать. Ну и решите. Давайте обсудим. Кроме того, на встрече присутствовали представители компаний, которые занимаются обслуживанием жилого квартала. Генеральный директор одной из них рассказал о проделанной работе. Совсем недавно мы закончили работу по ремонту конвенционной сети напротив дома 8. Нам осталось асфальтировать небольшой участок. Так что мы сделаем, думаю, до конца этой недели. Больше, я надеюсь, проблем здесь с канализацией не будет. Работа с обращениями жителей Ленинского городского округа – одно из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления. Юлия Стоферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре прошло награждение игроков и тренерского состава футбольной команды «Металлург Видное». В этом году спортсмены стали серебряными призерами чемпионата Московской области. Подробности у Натальи Буслаевой. «Металлург Видное» в чемпионате Московской области в 26 играх одержал 16 побед. Футболистами команды было забито в ворота соперника 55 мячей. С таким прекрасным результатом видновчанам удалось стать серебряными призерами турнира и выйти на профессиональный уровень. «Не хватило нам одной игры, которая не по нашей вине не состоялась. Последняя игра могли бы занять и, может, и первое место, потому что форс-мажор выпал снег и поле не было готово. А так, я считаю, что удачно все выступили, удачно провели сезон. И новый сезон, думаю, хотелось бы. Будем начинать уже в другом статусе». «Это первое место. Нам, наверное, не хватило немножко удачи из комьютий запасных, я так считаю. Свою игру не могу оценивать, я должен оценивать тренерский штаб. В команде я нахожусь где-то со второго круга, 14-й игр отыграл. Что-то получалось, что-то нет». В составе молодые перспективные футболисты в возрасте от 18 лет. Многие, как, например, капитан Денис Антонов, пришли в команду из числа воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп». «Начался сезон хорошо. Мы спрогрессировали. И во втором круге, по-моему, проиграли один раз. И один раз ничью сыграли. Так что за счет второго круга мы заняли второе место, боролись за первое, но немного не получилось». Поздравил игроков, тренерский состав и руководство клуба с удачным выступлением временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. «Хочу пожелать настойчивости к настижению результата. Хочу пожелать, чтобы все те позиции, которые вы сейчас удерживаете, они шли только вперед. Чтобы вторая лига перешла в первую. Чтобы эмоций и настроя хватало. Ну и, конечно, хочу пожелать, чтобы в новом году вам способствовал успех. И чтобы и Химки, и Красногорск, и другие команды вам покорялись. И вы всегда были первыми». В торжественной обстановке спортсмены получили благодарственные письма от Управления по делам молодежи, культуры и спорту, от Общественной организации Федерации футбола Ленинского городского округа и Совета депутатов. «Участвовать в настоящих, я бы уже сказал, чемпионов, мастеров своего дела, которые уже занимают, несмотря на свой молодой возраст, достаточно твердые, чуткие позиции. Конечно, что хочется пожелать? Пожелать развития однозначно. Сказать большое спасибо организаторам, это, конечно, наша администрация». На достигнутом, как признались видновские футболисты, останавливаться не собираются. Впереди январские сборы, усиление состава команды и подготовка к новому сезону в профессиональной футбольной лиге, который начнется уже весной. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Школьники округа осваивают китайский язык пока в рамках дополнительных занятий. Факультативы ввели в видновском художественно-техническом лице. Интерес к языку растет по мере развития отношений России и Поднебесной. О том, как дается школьникам китайская грамота, узнала Инга Инчук. Давай попробуем кутанам. Группы учеников разновозрастные – от третьего до восьмого классов. Азы китайского преподает Анна Кузнецова. Она прожила в Китае три года и с тех пор очарована и языком, и культурой этой страны. У Анны собственная методика обучения школьников к китайской грамоте. Более игровая форма. То есть они сами придумывают, сами что-то записывают, сами что-то сочиняют. А восьмой класс, например, мальчик предложил сделать проект по конфуцию. То есть мы хотим попробовать обговорить это с директором и выдвинуться, может быть, на всероссийский уровень и защитить какой-нибудь проект по китайскому языку. Китайский принадлежит к числу тональных языков. Слог в нем характеризуется не только звуковым составом, но и тоном, который выполняет смыслоразличительную функцию. Ученица Даша Федотова отмечает, такая языковая особенность не вызвала у нее трудностей в освоении речи. Есть первый тон, второй, третий, четвертый, а пятый – это нулевой. Они очень легкие, потому что запоминаются они нетрудно. То, что Россия и Китай находят общий язык, подтверждает тот факт, что российские школьники теперь могут сдавать ЕГЭ по китайскому. Матвей Новиков стал изучать язык по наставлению родителей и посетил занятия впервые. Новую школу построят или университет какой-то, крутой там в Китае где-то, ну в любой стране вообще, то какой-то международный язык все-таки нужен. И сейчас вот самые требовательные – это английский, китайский. Кружок открыт с начала декабря, и в него уже записалось более ста человек. Занятия проходят дважды в неделю для каждой из возрастных групп. По запросу родителей весь прошлый год было очень много обращений, желающих изучать китайский язык. Мы начали искать педагога. Как только пазл сошелся, педагог нашелся, начали набираться группы разновозрастные. И вот буквально с 11 декабря кружок начал действовать в школе. Открытие уроков поспособствовал депутат Совета депутатов муниципалитета Павел Русаков, сам когда-то обучавшийся в стенах ВХТЛ. Проект является уникальным, поскольку это один из первых факультативов китайского в области. Я стараюсь во всех направлениях поддерживать и руководство школы, и детей, и само образовательное учреждение. И я считаю, что в сегодняшнем мире и в том, как складываются отношения между нашими странами, это очень важно. В китайском более 50 тысяч иероглифов. Он считается одним из самых сложных для изучения. Но для носителей не менее сложного русского языка нет ничего невозможного. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Заряжаться хорошим настроением к Новому году надо заранее. На декабре в парках муниципалитета были запланированы различные праздничные программы для детей. Так, в Расторговском парке прошло ретро-мероприятие 12 месяцев. Море так же в том, что в далекий день вокруг села Земля. Хиты 80-х и 90-х в обычно тихом Расторговском парке последний месяц года шумно и весело. Ведущий программы 12 месяцев клоун Алекс подарил детям и взрослым праздничное настроение. Все желающие танцевали, участвовали в хороводах и веселых эстафетах. Видновчане и гости округа смогли почувствовать себя настоящими артистами, читая новогодние стихи и исполняя песни. Мы из Москвы, мы приехали к подружке на ночевку и попали сюда, на такое вот мероприятие новогоднее. Мы ждем, пока выйдет Дед Мороз, чтобы здесь потанцевать, повеселиться. Дети верят в Деда Мороза, ждут, вообще загадали, письма отправили. Так что у нас настроение замечательное. Спасибо за такие праздники. Следите за афишами парков округа, там много интересного. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!